Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Я рада всех вас приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, что сейчас у нас установилась очень теплая, хорошая погода, настоящее лето. Но, к сожалению, в этот период мне очень тяжело худеется. Я не раз говорила, что в жару мне очень тяжело худеется. Я отекаю, и у меня очень плохо выходит с меня, видимо, жидкость. За счет этого есть отеки. К сожалению, путь мой сейчас очень сложный. Я, конечно, планировала свою цель дойти более ранее, но пока это у меня не получается. Ну, не буду забегать вперед, так как 22-го числа, каждого 22-го числа месяца я отчитываюсь перед вами по весу и своим параметрам. Поэтому через 3 дня я более подробно расскажу вам, что я достигла в течение месяца, если я достигла. И какой мой вес, и какие мои параметры, конечно, я расскажу более подробно. Сейчас, к сожалению, могу сказать, что, да, очень трудно, очень сложно мне в жару худеть. И я все равно прохожу свои 10 тысяч шагов, но, тем не менее, очень сложно. Пока очень сложно. Кстати, буквально недавно я заинтересовалась, почему именно 10 тысяч шагов. И узнала вот такую вещь, возможно, кто-то это знал, читал, что японцы, когда изобретали вот шагомеры, они вот придумали 10 тысяч шагов, как-то это сочеталось, это как-то было в унисон названию этих шагомеров. И поэтому это всего лишь маркетинговый ход. Оказывается, проходить 10 тысяч шагов, это совсем не обязательно. И, допустим, женщина, оказывается, 5 тысяч шагов, мужчинам 7 с половиной будет достаточно, а что выше, там уже не имеет значения. Но так как мы привыкли, у нас на слуху эти 10 тысяч шагов, я все равно прохожу, я стараюсь больше пройти. И вот такую новость я узнала, то, что, в общем-то, если женщина будет проходить 5 тысяч шагов, и все равно она получит результат. Ну, вот пока, я говорю, мне очень сложно. Вот сейчас, в этот период, мне очень-очень сложно худеется. Я, конечно, ставила какие-то планы для себя, я их не буду озвучивать, не буду, как говорится, говорить заранее о них. Но понимаю, что все-таки мои планы чуть-чуть передвигаются, так как вес уходит сейчас очень сложно. Но никаких срывов, никаких зажоров. Я уже много раз говорила, мои дорогие, что кето – это мой образ жизни. Мне все нравится, мне все устраивает. И поэтому кушаю вкусно, кушаю сытно и при этом худею. Ничего менять, мои дорогие, я не буду, у меня все устраивает. Сейчас, конечно, очень много соблазнов. Сейчас идут свежие фрукты, овощи. Ну, если с овощами у нас как-то попроще, ну, с фруктами – да. Хотя я говорю, кто в стойком кетозе, можно позволять где-то ананас, где-то можно сливу, где-то можно яблочко зеленое, но не до фанатизма. И запомните только тем, кто уже очень давно в кето-питании. Я, например, себе позволяю, позволяю иногда яблоко зеленое, позволяю ананас, позволяю себе киви. Под строгим запретом у меня, конечно, бананы, груши и виноград. Это я никогда не кушаю. Я понимаю, что там очень много сахаров. В общем-то, на китае они запрещены. А вот иногда вот такие фрукты, которые я озвучила, да, я позволяю. Но сейчас пойдут ягодки, которые нам можно, поэтому балуйте себя. Но опять же, все в пределах нормы. Итак, мои дорогие, пишите, задавайте свои вопросы. Помните, я отвечаю всем и всегда, даже с опозданием. Все мои дорогие гости моего канала, кто зашел и не подписан, не забудьте подписаться. И все мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока, мои дорогие.